Сегодня мы ознакомимся с интерфейсом программы KUGIS. Вверху вы можете видеть строка главного меню. Ниже располагается панель инструментов. Здесь у нас дополнительное окно слоев. Ну и собственно это область рабочего экрана, рабочей зоны. Для того, чтобы добавить дополнительные инструменты анализа, нужно нажать на панель инструментов. И она у вас появится в правом углу экрана. Для того, чтобы добавить векторный слой, вам нужно пройти в меню слои. И выбрать под меню добавить слой. В данном меню выбираем добавить векторный слой. И в открывшемся окошке выбираем путь к файлу. В данном случае файл должен быть с расширением из HP. Добавляем его и можно закрыть данное окошко. Как видите, слой добавился. Это заметно в левом меню. Чтобы добавить полигональный слой карты, опять заходим в то же самое меню. Но выбираем уже файл с полигональю. Тоже с расширением из HP. Добавляем файл. Можно закрывать окошко и работать. Как вы видите, последний добавленный слой перекрыл предыдущий. Для того, чтобы отобразить нижний слой поверх последнего, просто берем левой кнопкой мыши новый слой и перетаскиваем его на позицию ниже. Как вы видите, теперь все поинты отображаются над полигональным слоем. Также в данном меню вы можете включать и отключать разные слои. Для того, чтобы изменить цвет заливки, допустим, полигонального слоя, правым кликом мыши нажимаем на нем и проходим во вкладку «Свойства». В открывшемся окне переходим во вкладку «Стиль» и на значении «Цвет» ставим нужные нам параметры. Например, это может быть тот цвет, который вам нужен. Нажимаем «Ок» и затем мы можем выбрать тип заливки, собственно, и стиль заливки. Это уже можете сделать так, как вам нужно. Применяем и нажимаем «Ок». Как вы видите, стиль заливки у нас изменился. Для передвижения макета в рабочей области это можно делать либо захватывая левой клавишей мыши и передвигая ее, и увеличивая или отдаляя курсором. Либо же это можно сделать в специальном меню. Выбираем область и приближаем ее. Можем приближать, можем также отдалить настолько, насколько нам нужно. Для того, чтобы уместить полный охват, нажимаем на соответствующую клавишу и карта располагается в рабочей области. Для того, чтобы добавить название к точкам, надо выбрать эффектрный слой с поинтами и также перейти в меню «Свойства». В данном меню переходим на вкладку «Подписи». В выпадающем меню выбираем «Single Labels». Здесь можно указать размер шрифта, стиль шрифта и, собственно, опять же, в верхнем меню выбираем, что именно мы хотим видеть в отображении. Выбираем название городов, нажимаем «Применить» и города начинают быть доступны и отображаются. Для того, чтобы сохранить все наши изменения, которые мы произвели, заходим под меню «Проект» и «Сохраняем». В отображении в церкви указываем название, в котором будет сохранен наш файл и сохраняем весь рабочий проект.